Свои три сотки земли Галина Янчук обрабатывает больше 20 лет. На участке выращивает то, что на скудную пенсию купить бы не смогла. Малина вот сейчас стоит 10 рублей пол-литровая баночка. Я могу купить за свою пенсию, получаю тысячу рублей. Я бы не купила ни ту ягоду, ни ту клубничку, ни тот помидор, ни тот огурец. Огромный пустырь вблизи Салтовки, город начинается через дорогу, огородникам отдали в 91-м. Более 700 гектаров между собой поделились десяток товариществ. В 2008-м 30 тысяч огородников узнали, что обрабатывают чужую землю. Заехал трактор с лопатой, он распланировал всё. Председатель потребительского общества Лидия Дубовик в земельных вопросах разбирается как заправский юрист. Поднаторела за годы переписки с чиновниками. Пенсионерка рассказывает, в 2006-м эту землю администрация Харьковского района выделила предприятию Дора. Спустя три года фирма от надела отказалась. Тогда эти гектары глава района разделил на 350 человек. Месяц назад его решение суд отменил и обязал райадминистрацию вернуть землю огородника. Огородники говорят, вернуть землю им помог адвокат и депутат горсовета Анатолий Родзинский. Он отстаивал интересы людей в суде. В июле в машину Родзинского неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Правоохранители связывают покушение в первую очередь с работой Родзинского юристом. Помощница депутата настаивает. Всему виной как раз нашумевшее дело огородников. А губернатор Михаил Добкин намекает на возможную причастность к покушению своего предшественника Арсена Авакова. Якобы Родзинский мешает его холдингу «Инвестор». Вот сделал заявление директор филармонии Янко о том, что не все так было, как говорил руководитель инвестора по покупке органа. Какой-то неизвестный бьет его в подъезде. Занялся, не помню фамилию, депутат городского совета, вопросами людей, которые обратились к нему. Проходит время, его машину бросают в бутылку зажигательной смесью. И там, и там были задеты интересы господина Авакова. Это мое частное мнение. На прошлой неделе в офис Арсена Авакова милиционеры пришли с обыском. Якобы фирмы, которым передавали на дело огородников, зарегистрированы по адресу инвестора. В самом же холдинге говорят, фирм, названных правоохранителями, в здании нет. Арсен Аваков намеки о своей причастности к земельным сделкам, отрицает. Конкретных обвиняемых в деле о махинациях с землей правоохранители пока не называют. Следствие продолжается. Да и земля официально огородникам еще не принадлежит. Но пенсионеры все же готовятся к сбору урожая. Говорят, даже если на дело опять отдадут в чужие руки, готовы свои кровные сотки отстаивать вновь. А как же его бросить? А за что там жить? Григорий Пырлик и Нажмут Федор Угненко, медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова